Знаете, когда мы вникаем в Слово, чтобы сила была, я нашел в Слове одну неточность, ну, я думаю, вы поймете меня не в плане, что там неправда написано, но Павел говорит, что он первый из грешников, да, вот. И когда, знаете, чем ближе к Богу приближайся, то лично я понял, что Павел, ну, маленько ошибся, первый из грешников – это не Павел, это я. Если по мне, так Павел вообще был, ну, я бы так посмотрел на его жизнь. Мы не знаем за других людей, очень важно, когда мы в Писание вникаем и в себя вникаем, и, знаете, и чем дальше идешь за Богом, я вам честно скажу, только еще больше в себе видишь мыслей неправильных, мотивов, поступок. Мы с братьями в репцентре порой бывают, с кем-то молишься, да, там, от чего-то отречься нужно, человек исповедуется, и в конце молитвы почти всегда я уже молюсь, не прости там Федю или там Васю кого-то, да, прости нас, потому что ты видишь, что такие же почти искушения у тебя бывают, да, может, ты где-то не делаешь, да, может, маленько по-другому, но, в принципе, мы с вами все такие, слава Господу. Но Слово Божие говорит, что ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никто нас не может отлучить от любви Божьей. Надежда на Бога, на совершенную жертву Иисуса Христа, вот это должно в нас быть, иначе мы просто не сможем, иначе Петр просто не смог бы согласиться прийти к Иисусу, и потом еще, чтобы пассианцев моих Иисусу ему сказал, да, трижды отрекся. Где, это, что это? Это надежда на Бога, потому что если мы уж, будучи врагами, примирились с Богом, смертью Сына Его, уж тем более, став Его детьми, вникая в Священное Писание, еще в большей мере соприкасаясь со светом, а чем больше территория соприкосновения со светом, тем больше мы видим в нас недостатков, но надежда наша, это и то основание, это, наверное, самое главное, чтобы мы с вами не падали, тем более в это время, когда столько искушений, вообще просто, тут нужна надежда. Еще, братья и сестры, я хочу зачитать, такое было откровение. Дети мои, я дал вам наследие каждому по силам. Это имеется о детях, о детях, да, вот, дал вам наследие по силам. Но как часто изнемогают, изнемогаете, действуете по плоти и не принимаете, и приносите урон, и как мало нуждаетесь в силе, имейте ответственность за наследие. Я думаю, друзья, мы все с вами понимаем, 7 дней в неделю, воскресная школа, ну, так скажем, да, ну, пускай я увеличу, 3 часа в неделю, и все остальные часы ребенок находится дома. Как вы думаете, если он воспитывается в определенном, там, да, все видит, там, впитывает себя как губка, и 3 часа в неделю, воскресенье, он здесь только, да, имеет наставление, вот именно там, да, вот, а дома другое совсем, ну, будет ли какое-то там воспитание, силы Божьи, будет ли там изменения какие-то в нем, конечно, не будет. Основная семья, воскресная школа, да, мы как приходим на служение, но это, это крохи, 3 часа в неделю, это крохи, да, вот, поэтому семья, очень важно нам с вами заботиться, чтобы самим заботиться, понимать, что это Бог дал, да, детей, чтобы мы воспитывали в учении на наставление Господнем, как мы всегда, да, когда детей благословляем, родителям наставляем. Благослови Господь!